Всем привет, с вами канал Технообзор. Сегодня мы посмотрим на 10 лучших игровых мониторов. Рейтинг построен от бюджетных моделей к топовым, так что я думаю тут найдется монитор под любой кошель. Ссылки на лучшие цены я оставил в описании. Буду благодарен, если ты подпишешься, поставишь лайк и поможешь мне в продвижении канала своим комментарием. Больше не задерживаю, приятного просмотра. И откроет рейтинг AOC G2460. G2460 является едва ли не самым доступным игровым монитором на рынке. Поставка у монитора вполне полная. Тут помимо самого монитора можно найти еще три кабеля для подключения, диск с драйверами, а также неплохую ножку-подставку. На которой есть удобное посадочное место под кабель менеджмент. Далее поговорим про внешний вид. Сам монитор крепится на весьма увесистой ножке и по размерам впечатляет. Корпус пластиковый, лицевая панель почти полностью сделана с черной текстурой из продольных узоров. А полоска снизу бордовая и матовая. Ярко выделяется зеркальный логотип бренда по центру. Слева наклейки энергоэффективности, справа управляющие кнопки с индикаторами. Кнопок всего пять и они обеспечивают навигацию по встроенному меню. Пользоваться вполне удобно как для монитора. Стоит рассказать про механизм крепления, который позволит менять высоту и наклон по вертикали. Также есть возможность установить монитор в портретный режим, за счет удобного поворотного механизма. Ножка тоже хитрая, упор идет на продвижную округлую панель, за счет которой AOC можно крутить у основания, не приподнимая монитор. Переходим непосредственно к характеристикам. Диагональ этой модели составляет 24 дюйма, соотношение сторон 16 к 9, а разрешение Full HD. Матрица TN. Подсветка круговая, VLED и она заметна в темном помещении. Контрастность 1000 к 1, яркость 350 нит. Экран матовый, имеется поддержка фирменной технологии Flicker Free, убирающая мерцание. Монитор можно подключить через VGA и более современный HDMI и DisplayPort. AOC Gaming G2460 обладает частотой обновления в 144 Гц. Плавность ощущается уже на рабочем столе. За свою цену он предлагает кучу возможностей. Агрессивный внешний вид, широкие возможности по установке и сладенькие 144 Гц. Из маленьких недостатков отмечу разве что слабые динамики и в отдельных ситуациях ТН-матрицу. На девятом месте также монитор от AOC, только модель C24G1. Это более современная по внешнему виду модель. Здесь и минимальные рамки, изогнутый дизайн и ножка, которая имеет агрессивный вид. Но обо всем по порядку. Угол изгиба небольшой, ведь диагональ всего 24 дюйма, поэтому работать за монитором удобно. Нет ощущения, что он давит на нас со всех сторон. Регулировка экрана доступна как по высоте, так и по углу наклона. Нога тоже поворачивается относительно нижней части подставки. Дизайн подставки несколько упрощен, выдержан в стиле немалоизвестной серии игровых мониторов. К слову, она не занимает на столе много места. Для навигации по меню реализованы 5 физических кнопок. Для подключения к источникам видеосигнала нам доступны 2 HDMI, 1 DisplayPort и 1 VGA разъем. Реализован также 3,5 мм аудио разъем, так что наушники к этому монитору можно спокойно подключить. Равномерность подсветки достаточно хороша. Есть некоторые засветы в верхней и внешних частях, но при взгляде по центру их видно не особо. По поводу характеристик, то C24G1 это Full HD монитор с частотой обновления в 144 Гц. При своей невысокой стоимости, эта модель предлагает высокое качество изображения, а также простой, но строгий дизайн. Перед нами в целом отличная VA панель, которая имеет хорошие насыщенные цвета. В любом случае, если что-то не по нраву, в меню монитора можно настроить различные настройки, яркость, контраст, цветность, различные профили под себя. В целом, если подводить итог, то такое решение от AOC обойдется куда дешевле, чем варианты конкурентов с подобными характеристиками. Следующим на очереди будет монитор с небольшой особенностью. Это Samsung C24RG50. Это 27-дюймовый монитор с частотой обновления в 240 Гц. И давайте обо всем поподробнее. Как всегда, начнем с дизайна. В этой модели используется безрамочный дизайн, при котором в выключенном состоянии вокруг экрана видна лишь тонкая линия боковой грани корпуса. Корпус, кстати, выполнен из черного матового пластика. С тыльной стороны у него мелкая шероховатая текстура, на которой не остаются отпечатки пальцев. Снизу экран визуально поддерживает пластиковая полоса темно-серого цвета. Стоит монитор на V-образной подставке. Ножка позволяет регулировать только угол наклона экрана. Поворотов в стороны и изменения высоты здесь нет. Все разъемы сосредоточены в полукруглой нише в центре тыльной стороны корпуса и ориентированы вниз. Для организации подключенных кабелей используется съемная скоба, выемка и дополнительный зажим в нижней части ножи. В итоге они оказываются надежно спрятаны от глаз пользователя и в целом работающий монитор сзади выглядит достаточно аккуратно. По поводу видео выходов и входов, то старенького VGA здесь уже не будет. Входов по-прежнему три, это два HDMI и один дисплейпорт. Для управления монитором используется пятипозиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру. Меню монитора довольно-таки удобное, но дизайн у него немножко странноватый. Далее об характеристиках. В Samsung C27 используется 27-дюймовая 8-битная VA панель с краевой VLED-подсветкой и частотой обновления экрана в 240 Гц. Ее разрешение 1920 на 1080 точек. Плотность пикселей составляет 82 ppi. Отдельные пиксели видно, если близко присмотреться. Но это проблема всех мониторов с Full HD и диагональю в 27 дюймов. Монитор совместим с технологией адаптивной частоты NVIDIA G-Sync. Диапазон поддерживаемых частот от 48 до 240 Гц. Поверхность экрана изогнутая, радиус кривизны составляет 1500 мм. На такой диагонали с обычного расстояния искривленность почти не бросается в глаза. В играх же она создает дополнительный эффект погружения в происходящее на экране. Разница между стандартной уже игровой частотой 144 Гц и 240 Гц этого монитора заметна в очень динамических играх, где даже очень быстрый разворот камеры все равно ощущается еще более плавным, чем на более низкой частоте. Ну и компьютер для раскрытия такой герцовки нужен не за малые деньги. Время отклика данной модели составляет 4 миллисекунды. Шлейфов не видно, изображение четкое и не сыпется. Подводя итоги, это достаточно недорогой игровой монитор с качественной VA-матрицей и очень высокой частотой обновления экрана. Также стоит отметить поддержку технологии адаптивной частоты NVIDIA G-Sync и изогнутую поверхность, которая способствует большему погружению в происходящему на экране. Корпус монитора сделан из привычного черного матового пластика. Сборка монитора подразумевает под собой необходимость закрепить только подставку. Фиксация подставки же на ножке корпуса производится с помощью закручивания одного винта, расположенного на дне самой подставки. Монитор Asus VG248QG обладает широким набором различных регулировок положения экрана. Имеется возможность регулировки высоты монитора, наклона от на себя, поворота вокруг своей оси по горизонтали и разворота дисплея в портретный режим. Ножка монитора оснащена внутренним пространством для укладки проводов, разъемов для подключения, как мы привыкли здесь три, DVI, HDMI и DisplayPort. Также есть порт для наушников. Органы управления настройками монитора находятся на тыльной его стороне в нижней части справа. Они включают в себя один джойстик для вызова меню и четыре физические кнопки. Монитор Asus VG248QG выполнен в классическом неизогнутом формате, оснащенный ТН-матрицей с диагональю 24 дюйма, разрешением 1920х1080 точек и соотношением сторон 16 к 9. ТН-матрица имеет как свои недостатки, так и достоинства. Недостаткам можно было бы отнести не самую лучшую и точную цветопередачу, малые углы обзора, недостаточную контрастность. Я считаю, что при использовании монитора в качестве игрового все эти недостатки незначительны. К достоинствам матрицы в этом мониторе можно отнести высокий уровень яркости в 350 кандел на метр квадратный, отличное время отклика всего 1 мс и высокая частота обновления до 165 Гц. Но самым большим достоинством этого монитора я считаю поддержку адаптивной синхронизации кадров NVIDIA G-Sync, либо же AMD FreeSync, которая призвана устранить эффект разрыва кадров и в сочетании с высокой частотой обновления способна придать высочайшую плавность картинки в играх. HP X25F это приличный монитор с разрешением 1080p и отличными игровыми характеристиками. Частота обновления в 240 Гц обеспечивает выдающееся четкое движение и невероятно быстрое время отклика. Это очень хорошо для игр благодаря очень маленькой низкой задержке ввода, самой низкой, которую только можно найти на рынке. Но помимо этого, этот монитор имеет отличный дизайн и у него есть несколько замечательных дополнительных функций, в том числе подсветка RGB. К сожалению, как и другие мониторы с матрицей TN, изображение значительно ухудшается при просмотре под углом и в целом она обеспечивает посредственное качество изображения, если вы собираетесь заниматься дизайном, конечно. Монитор имеет тонкие рамки с трех сторон и отлично смотрится в конфигурации с несколькими мониторами или при установке на стену. Подставка хорошо поддерживает монитор и имеет относительно небольшую опорную поверхность. У нее есть и минусы. Она имеет ограниченную эргономику, поскольку не может крутиться и поворачиваться в портретную ориентацию. Подставка очень тонкая, занимает малое место на столе и не препятствует размещению предметов перед монитором. Также подставка имеет хорошую регулировку высоты и отличный диапазон наклона. Задняя часть монитора выполнена из пластика, но имеет отделку премиум класса. В основании монитора имеется петля, которую можно использовать для прокладки кабелей. Рамки вокруг экрана очень тонкие с трех сторон и сливаются при использовании монитора. Вдоль нижней панели есть функция освещения подсветкой RGB. Этот монитор может быть более чем достаточно ярким практически для любой комнаты. Также нас здесь порадует высокая частота обновления экрана в 240 Гц. Также поддержка FreeSync и G-Sync. Из особенностей этой модели можно выделить RGB Ambient Lightning, который улучшает внешний вид темных сцен. Также радует наличие различных оверлеев, в том числе счетчик частоты кадров, таймер и различные наэкранные прицелы. Физическое управление и навигация по меню монитора осуществляется маленьким джойстиком. В средине топа будет уже модель с разрешением побольше. Это Samsung C27JG50Q, который имеет разрешение VQHD. Частота обновления стандартная для игровой модели – 144 Гц. Первый же взгляд на основные характеристики, параметры модели позволяет увидеть ряд позиций, на которых сэкономил производитель при разработке недорогой игровой модели. Во-первых, это легкая подставка с регулировкой только по наклону, обыкновенная VLED-подсветка вместо квантовых точек, отсутствие поддержки технологии адаптивной кадровой синхронизации, ну и само качество сборки. Но модель без этих упрощений стоит в два раза дороже. Так вопрос, а стоит ли переплачивать? Для матрицы заявлены вполне обыденные для VATI-по значения. Типичная яркость 300 канделов на метр квадратный и контрастность 3000 к 1. Для цветового охвата не заявлено полного соответствия основным стандартным цветопередачи, но для игрового монитора это вряд ли можно считать серьезным недостатком. Внешне монитор отличается довольно значительной толщиной, безрамочной конструкцией экрана и выставленными на показ крепежными элементами рамки на нижней грани устройства. Радиус кривизны экрана составляет 1800 мм. На панели разъемов имеются два входа HDMI, порт-дисплейпорт, 3,5 мм выход на наушники и разъем для подключения внешнего блока питания. Качество материалов и сборки корпуса не вызывает вопросов. Зазоры равномерные, качество окраски пластика достойное. Жесткость конструкции тоже отличная. Управление монитором осуществляется при помощи 5-позиционного мини-джойстика. Пожалуй, наиболее удобный вариант из всех ныне существующих. В целом данный монитор отличный бюджетный вариант VQHD разрешения с хорошей матрицей, качеством сборки и частотой в 144 Гц. На четвертом месте Asus Tav Gaming VG27. Эта модель может похвастаться игровой IPS Full HD матрицей с частотой обновления в 280 Гц. Asus VG279QM выполнен в традиционном дизайне линейки Tav Gaming. Внешний вид достаточно строгий, как для игровой модели. Никаких ярких элементов, оформления или RGB подсветки. В итоге весь корпус выполнен из практичного и немарково черного матового пластика. Единственная цветная вставка, тонко-темное красное кольцо на подставке вокруг ножки. Ножка позволяет регулировать высоту дисплея, угол наклона, поворачивать экран влево-вправо и переводить его в портретный режим. Все разъемы сосредоточены в нише под ножкой и ориентированы вниз. Здесь можно найти два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и мини-джек для подключения наушников. Для управления монитором используется пятипозиционный джойстик и физические кнопки под ним, расположенные с тыльной стороны в правом нижнем углу. Все в принципе такое же, как и в других моделях Asus в этой ценовой категории. Программное меню также повторяется по своему дизайну. По поводу качества изображения. В Asus Stav Gaming VG279QM используется 27-дюймовая IPS-матрица производства AU Optronics. Это 8-битная панель с VLED-подсветкой и разрешением 1920х1080 пикселей. Плотность этих же пикселей составляет 81,5 ppi и отдельные точки на этом экране хорошо различимы. Максимальная штатная частота обновления этого монитора составляет 240 Гц. В настройках можно включить дополнительный разгон, после чего пользователю станут доступны частоты вплоть до 280 Гц. Поддерживаются оба стандарта адаптивной частоты и AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Как и некоторые другие игровые мониторы, здесь есть поддержка ALMB. Она дает очень сильное снижение смазов в динамических сценах путем отключения подсветки через кадр. Да, это имеет свой побочный эффект в виде заметного снижения яркости изображения и ощутимого для чувствительных глаз мерцания подсветки. Зато позволяет добиться четкости в динамике. ASUS TUF Gaming VG27, пожалуй, самый быстрый игровой монитор на IPS-матрице. Высочайшая частота обновления экрана, очень быстрая панель. Поддержка обоих стандартов адаптивной частоты обновления экрана, как AMD, так и Nvidia, а также хорошее качество изображения. Вот основные его достоинства. Тройку лидеров откроет игровая модель от LG GL850. Внешне монитор выглядит достаточно строго, при этом вставки из темного красного глянцевого пластика однозначно указывают на его геймерскую направленность. В LG используется безрамочный дизайн, когда в выключенном состоянии экран выглядит единым целым, с тонкой боковой гранью. Подставка позволяет регулировать положение экрана по высоте, наклонять его вверх-вниз и переводить в портретный режим. Немного неожиданно у этого монитора отсутствует возможность поворота влево и вправо, хотя внешний вид ножки и способ крепления к V-образной базе производит впечатление, что такая опция тут должна быть. По разъемам такой же стандарт, два HDMI и один дисплей порт. Также рядом с ними расположены USB концентратор с двумя портами USB 3.0 и аудио выход на наушники. На нижней грани по центру под логотипом LG расположен джойстик, нажатие на который включает монитор, а также вызывает быстрое меню. Оно позволяет переключиться на другой вход, изменить текущий видеорежим, вызвать главное меню и выключить монитор. В целом, само меню стандартное для продукции LG. В этом мониторе используется 10-битная IPS-панель с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560 на 1440 точек. На данный момент, пожалуй, оптимальные параметры игрового монитора для производительного ПК. Плотность точек около 109 ppi. Панель производства LG Display относится к новому поколению фирменной технологии Nano IPS. В ней к обычной вилле от подсветки добавляется слой наночастиц, который поглощает определенные длинные волн света. В итоге удается добиться более точной цветопередачи, более чистых и насыщенных цветов и, соответственно, заметно больше цветового охвата. LG 27GL850 поддерживает высокую частоту обновления экрана, вплоть до 144 Гц, а также режим адаптивной частоты, в котором этот параметр синхронизируется с выводом видеокартой кадров 3D игры. Таким образом, удается получить максимальный фреймрейт при включенном V-Sync, без артефактов, расслоения в динамических сценах и практически без влияния на время отклика. Заявленное время отклика 1 миллисекунда. Есть также режим Overdrive, который делает задержку еще меньше. Эта модель монитора является особенной, ведь не имеет регулируемой подставки, но зато с пультом управления, встроенным саббуфером и 10-битной матрицей. Скрой частоты обновления 144 Гц, а время отклика 5 миллисекунд. Вроде бы посредственные характеристики для второго места, но BenQ EX27 есть чему вас удивить. И давайте обо всем по порядку. Внешне в этом мониторе ничто не выдает игровую модель. Тут нет броского дизайна, нет светодиодной подсветки или даже агрессивных подштамповок на корпусных панелях, либо выделения хоть каких-либо элементов контрастным цветом. С лицевой стороны заметен датчик присутствия освещенности, который отвечает за работу функции BI+, а также пара динамиков. Да, динамики именно с лицевой стороны, а не снизу или сзади, как у большинства мониторов. Также спереди заметен диск управления уровнем громкости, установленный на нижнем торце. С тыла установлена заглушка креплений кронштейна веса 100 на 100. Крепление подставки, панель управления с 5-ти позиционным джойстиком, а также саббуфер мощностью 5 Вт. В нижней части находится разъем миниджек, пара HDMI, дисплейпорт, USB Type-C, а также гнездо подключения питания. Блок питания встроен в корпус панели монитора. Подставка довольно простая и позволяет только лишь осуществлять наклоны. Отдельно стоит отметить возможность прокладки кабелей в центральной стойке подставки, но для этого необходимо временно снять декоративную накладку. Углы обзора большие, а точнее очень большие, что вполне ожидаемо в случае продвинутой IPS-матрицы. Контрастность заметно падает только при очень острых углах оценки изображения. Что в режиме реальной эксплуатации маловероятно. В мониторе заявленная подсветка Flicker Free, то есть без использования широкоимпульсной модуляции. Данная функция существенно уменьшает нагрузку на глаза, что особо важно при длительной работе. Звук – это одна из интереснейших фишек монитора. Зачастую динамики устанавливаются на тыльную сторону, иногда в нижнем торце. Из-за чего качество звука и без того не особо качественных динамиков страдает. В случае этого монитора динамики, во-первых, весьма приличного качества, а во-вторых, направлены прямо на пользователя. Что касается основной функции монитора, то тут в основном тоже все хорошо. Явных недостатков не так много, это отсутствие USB концентратора и слабая функциональность подставки. В остальном же один сплошной плюс, включая стоимость. Samsung Odyssey G7 выглядит весьма необычно. Его корпус как бы подчеркнуто изогнут в центральной части, где дисплей крепится к ножке, но и в несколько раз толще. Корпус выполнен из черного матового пластика. Тыльная сторона покрыта сложным текстурированным узором, как бы сходящимся на центральном кольце вокруг точки крепления дисплея. В нем реализована RGB LED подсветка, которая может быть как статической, так и динамически изменять свою интенсивность. Кроме того, подсветка установлена также на нижней грани. Симметрично расположенные светодиоды по бокам дают умеренный и не мешающий в работе отцвет на поверхности стола. Металлическая подставка массивная и очень устойчивая, ножка V-образная с достаточно большим размахом. Сколько-нибудь заметно раскачать или более того, случайно опрокинуть монитор точно не получится. Подставка позволяет регулировать высоту экрана, угол наклона, поворачивать экран вправо или влево и даже переводить дисплей в портретный режим. Последнее, прямо скажем, не часто встречается среди моделей с изогнутыми экранами. При необходимости монитор можно повесить на стену. В комплекте идёт специальное весосовместимое крепление, которое крепится поверх кольца с подсветкой. В ножке предусмотрена скрытая прокладка кабелей, которые маскируются декоративным кожухом. В итоге сзади монитор выглядит аккуратно. Подключенные кабели не портят весьма эффектный дизайн тыльной части корпуса. Также на ножке имеется выдвижной рычажок, на который можно повесить игровую гарнитуру. Все разъёмы находятся на нижней части тыльной стороны в специальной нише, которая после подключения кабелей прикрывается декоративной крышкой. Здесь можно найти два порта DisplayPort, один HDMI, миниджек для подключения гарнитуры и USB-концентратор с двумя портами USB 3.0. В Samsung C27G75T используется 27-дюймовая 10-битная VA-панель собственного производства с экраном на основе квантовых точек Quantum Dot. Экран QLED означает, что вместо традиционных светофильтров здесь применяется тонкая плёнка с нанесёнными на ней квантовыми точками. Это позволяет добиться большего цветового охвата и более высокой контрастности. Также модель G7 доступна с диагональю 32 дюйма. Разрешение панели составляет 2560 на 1440 точек. Плотность пикселей около 109 ppi. Максимальная частота обновления в 240 Гц. Такое сочетание разрешения и диагонали даёт плотность и чёткую картинку. Отдельные пиксели с обычного расстояния почти неразличимы. В Samsung Odyssey G7 реализована поддержка адаптивной частоты AMD FreeSync Premium Pro. Также имеется официальная совместимость с технологией NVIDIA G-Sync. Поверхность экрана у Samsung Odyssey G7 изогнутая. Радиус кривизны совсем небольшой, всего 1000 мм. На такой диагонали с обычного расстояния искривлённость заметна, но в Windows приложениях к ней быстро привыкаешь. Во время же игр или простого видео такой тип панели наоборот способствует большему погружению в происходящее на экране. Заявленное время отклика при частоте обновления в 240 Гц всего 1 мс. Samsung Odyssey G7 эффектно выглядящий игровой монитор, который помимо необычного внешнего вида, также может похвастаться высоким качеством изображения и отличными игровыми характеристиками. Вроде обычной быстрой панели с минимальной задержкой ввода, частотой обновления экрана в 240 Гц и поддержкой как AMD FreeSync, так и NVIDIA G-Sync. Ссылки на все мониторы этого рейтинга я оставлю в описании. Буду очень благодарен за подписку и лайк. Также пишите в комментарии, какой монитор вы бы добавили или убрали из этого рейтинга. Ну а с вами был канал Технообзор, всем пока и до следующего обзора. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok